30 лет армяне возмущались транспортной блокадой. И теперь, когда появилась реальная возможность открытия коммуникации на Южном Кавказе, в Армении находятся персонажи, которые призывают продолжать держать границы закрытыми. Бывший министр обороны Армении Сейран Аганян активно запугивает своих соотечественников страшными последствиями разблокировки транспортных коридоров. По его словам, турки заполонят Армению, и будет твориться ужас и кошмар. В этих эмоциях нет ничего удивительного, особенно если припомнить, как другой представитель карабахского клана Роберт Качарян озвучивал с самых высоких трибун фашистский тезис о генетической несовместимости армян и азербайджанцев. Однако важнее эмоций сухие факты. И они говорят о том, что первой тактику железнодорожной и транспортной блокады применила как раз-таки Армения, установив жесткую изоляцию Нахчеванской автономной республики еще в 1988-89 годах. Также очень интересно спросить у Сейрана Аганяна, а когда в его родном Карабахе, да и в самой Армении жизнь была лучше? До 1988 года, когда приходилось соседствовать с ненавистными турками или после этнических чисток? И как он воспринимал соседство со зловредными турками во время учебы в военном училище в Баку, где и получил свое военное образование? Пост министра обороны Армении Аганян занял в 2008 году. К этому моменту о неблагополучии вооруженных силах Армении заговорили в полный голос о том, что в армии царят дедовщина и порядки зоны. Однако Аганян приказал СМИ молчать об этом. И взялся за строительство оборонительных сооружений в Карабахе, тех самых, которые потом назовут линией Аганяна, а также за укрепление границы Армении с Азербайджаном. Однако в 2014 году близ государственной границы Армении на Газахско-Товусском участке раз за разом стали попадаться армянские диверсанты, от которых Ереван, естественно, отказывался, объявляя их либо жителями близлежащего села, либо душевнобольными. Но тут уже даже армянские эксперты начали задавать неудобные вопросы. Если простые сельчане или душевнобольные так легко могут оказаться по ту сторону границы, то есть ли вообще инженерные заграждения на государственной границе Армении и Азербайджана? И если есть, то как получается, что граница настолько проницаема? Как перебежчиков не могли обнаружить заявленные Огоняном приборы ночного видения и тепловизоры? И почему на крайний случай не сработали даже консервные банки на колючей проволоке, фотографии которых размещали СМИ самой же Армении? Наконец, в апреле 2016 года в ходе апрельских боев была проверена на прочность уже та самая линия Огоняна. Взломали ее азербайджанские войска с ошеломляющей скоростью. Тут уже было не до оправданий. Огонян ожидаемо вылетел из министерского кресла. Казалось бы, на этом можно было ставить точку. Но Сейран Огонян решил испробовать свои воинские таланты еще раз и отправился командовать с защитой города Шуша. Конец известен. Огонян еле успел удрать. И вот сейчас этот персонаж учит всех держать границы закрытыми. Похоже, бывший министр обороны Армении посмотрел наш ролик про Сержа Сарксяна, где говорится, что если героев фильма «Тупое еще тупое» было двое, то в команде Сержика их куда больше. И Сейран Огонян почувствовал себя несправедливо забытым и обойденным вниманием, поспешив войти в «почетный» список. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.